Есть вещи, о которых просто нельзя говорить плохо. Особенно когда технологии воруют китайцы и продают их в несколько раз дешевле обычным смертным. Воровать это плохо, а вот премиальные вещи по адекватной цене – бесспорно хорошо. Странно, как эти два утверждения соседствуют в одном предложении. Когда люди покупают подобное, они знают, где и что берут. Пусть заказов мало, но оценка 5.0 говорит о том, что аудиофилам эта модель зашла. Тьюб 552 Всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком и сегодня я расскажу вам о наушниках Кабир Даймонд. Это не первые наушники Каби Ир, которые я обозреваю. И первыми из тех наушников, что я обозревал от этой фирмы, до сих пор пользуется моя супруга. Простые, маленькие и дешёвые. Эта модель немного другая. Упаковочка здесь просто царская, как и комплект. Чехол из кожзама, внутри чехла замша. Три набора насадок, включая пенные, и шикарный комплектный кабель. Пенные амбушюры просто отличные, как и все остальные амбушюры. Запаха химии, как иногда бывает в упаковках из Китая, нет. Чувствительность довольно странная, для такой модели всего 16 Ом. Излучатели динамические, с мембраной, покрытой алмазоподобным углеродом. DLC. Уши металлические, светло-болотного цвета. Звуковод с выступом для фиксации амбушюр довольно длинный и широкий. Пассивный с шумоизоляцией, если они вам залезут в уши, вам однозначно хватит. Для очень маленьких ушей я считаю, что они не подойдут. Шикарный двухпиновый провод из бескислородной меди в комплекте. Заушина здесь без эффекта памяти, но кабель не запутывается, на морозе не твердеет. Корпус наушника из металла. Прогревать их необходимо не меньше двух суток, а лучше трое суток нон-стопом. Даймонд имеет по два вентиляционных отверстия в каждом наушнике. Одно вентиляционное отверстие расположено на нижней стороне корпуса и другое вентиляционное отверстие форсунки. Для тех кто пока не в теме, при работе мембраны внутри наушника образуются колебания воздуха, идущие в обратную сторону от уха. Это отверстие нужно для того, чтобы сжимаемый воздух выходил через них наружу. Без отверстий на большой громкости может дребезжать и вибрировать весь корпус из-за проводимого мембраной звукового давления. Плюс этот воздух может вам навредить. Но не будем о грустном. Качество сборки наушников на высоте. Носить комфортно, но посадку из-за приличных пусть и не самых больших в данном сегменте размеров идеальной не назвать. Максимально комфортно они садятся в уши лично у меня при использовании пенных амбушюр. Динамические наушники без лишнего окраса. АЧХ с акцентом на низкие и верхние частоты. Но даже с моим скромным плеером фиа м5 я бы так не сказал. Басов слегка больше обычного, при этом больше глубокого баса. С отличным разрешением. Бас текстурный и весомый, есть разумное разрешение суббасов. Он не гремит здесь. По средним в целом для вокально ориентированной музыки я бы эти наушники не советовал, так что если вы решите слушать музыку насыщенную вокалом, в течение более длительных периодов времени они могут вам показаться слегка утомительными. Потому что верхний и средний диапазон я бы назвал слишком резким. Верхние насыщены гармониками, обертонами, без лишних звуков. Верхние высокие также различимы. Я считаю, что эти ушки достойно справятся со всеми предложенными жанрами. Наушники рассчитаны на любую музыку. Весёлое звучание без лишней микродетальности – это про них. Для динамического драйвера они выдают просто отличный бас. Цена по ссылке в описании к видео – около 70 долларов с бесплатной доставкой. Сделать их беспроводными, как вы помните, можно заушинами, обзор на который был на канале. Резюмирую. Если вы уже знакомы с данным брендом, то знаете, что обычно у их моделей не всегда хорошо с басами. У этой модели с этим делом всё отлично. И даже глубокий бас здесь слышен. Итого советую. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал, пишите на что ещё сделать обзор и участвуйте в конкурсе, который проходит ежемесячно на моём канале. 5 ми бэндов 4 серии разыгрываются ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Спасибо за просмотр. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.